Ребят, всем привет! Вы на канале Отличник Лайф и сегодня в своем новом видеоролике я собираюсь сделать небольшой мини-проект на две серии, а именно купить автомобиль, сделать на него полный тюнинг, попробовать выбить какие-либо сочные номера и все это в одной серии. Возможно мы будем брать какой-то русский автопром, покажу вам, так сказать, продолжение той самой серии. Что будет, если вы получите, например, на пятом уровне 100 тысяч рублей купите квартиру и получите на десятом уровне x2 200 тысяч рублей и купите автомобиль. Мы купим автомобиль из диапазона 200 тысяч рублей и при этом затюнингуем его уже на остаток моих средств, то есть у меня сейчас есть 4 миллиона 600, попробуем что-то из этого намутить. В любом случае сначала мы заедем в автосалон, который у нас находится на Нашане, посмотрим иномарки, если у нас ничего не получится, то мы скорее всего поедем в Автоваз, купим там какую-нибудь машину, которая подходит под наш бюджет, попробуем ее затюнинговать, оценим вообще разгон ее, всю эту тему. И, в общем, увидите, что получится из этого. Не забывайте вводить мой промокод Leonti, который даст вам на старте 100 тысяч рублей, на пятом уровне 200 тысяч, на десятом уровне, точнее, 200 тысяч рублей. Ну и, соответственно, это вам хватит уже на все то, что я перечислил выше. Давайте забежим сюда, посмотрим, какие тут вообще машины есть. Значит, велосипеды нас не интересуют, Запорожец, Волга, Уазик, Ланос, квадроцикл, Гольф. Ну вот, Гольф интересная машина, УАЗ Патриот, по сути, УАЗ Патриот, кстати, вам советую тоже рассмотреть, потому что у него, по сути, багажник 400 килограмм, это нормально, в принципе, должно быть. Ну, тут уже машина начинается 400 плюс. Ну, мы, наверное, возьмем вот этот бюджетный вариант, Кио Рио, в черном цвете. Как бы, пускай будет вот эта машина, пускай мы не уложимся маленько в бюджет, но у нас будет именно такой автомобиль. Давайте телепортируемся в парадную номер 10. Это наша парадная, заберем здесь наш автомобиль и поедем его затюнингуем, поставим на него номера какие-либо. Посмотрим, что вообще из этого получится. Так, у меня он не отобразился, давайте перезайдем. Так, мы перезошли на сервер, летим уже в парадную вниз, сейчас будем спускаться. Живое, считайте, на первом этаже, мне элементарно спуститься, все, я тут. Сейчас забираем наш транспорт. Вот она, Кио Рио ФБ, в принципе, сколько там она стоила? 550 тысяч, да? Ну, выглядит она нормально, заменка у нее солидная. Она мне уже начинает нравиться. По сути, мы ее сможем затюнинговать полностью. Ну, в стоке у нее разгон, конечно, не очень. Сейчас нам надо будет, наверное, телепортироваться по-быстренькому куда-нибудь на СТОшку. Давайте найдем бизнес СТО. Вот Шизик сервис есть у нас недалеко тут. Залетим. И давайте тюнингом займемся. Так, тюнинг, ладно, пока оставим. Давайте дополнительное. Чип тюнинг 250, сигнализация обязательно, антирадар тоже, топливный бак тоже. Тонировку обязательно. Тонировку на заднее нам надо 5%. Тонируем переднее мы, наверное, ну, тоже затонируем, да, чтобы было. И поедем еще в нелегалку затюнингся, чтобы она прямо в бункере у нас была. По дискам, что вообще есть интересного? Ну, диски, мне кажется, что-то вообще, мне кажется, стандартные лучше будет оставить. Потому что на вот этих вот, которые тут нам предлагают, будет машина не очень выглядеть, мне кажется, да? Да, мне кажется, будет не очень выглядеть. Так, ну покраска и все остальное нам это не надо. Фары. Насчет фары не знаю, кстати. Можно и фары поставить, но фары, ладно, мы тоже этот момент как бы забудем пока что. Давайте выдвинем нелегалку. Ну, нелегалки сделаем из нее бункер. Нам надо нелегальные структуры и нелегальный тюнинг. Булыдки, вот он. Go to GPS. Изменить тонировку, изменить формат российского номерного знака. Омга. Тонировка Боболова. 15. Нифига, 800к. Но зато бункер. Зато красота, ребят. Вот так вот мы затонировались. Так, и передние стекла нам надо затонировать. 15, да. Все, у нас 1,193 миллиона осталось, но зато машина у нас в полубункере. Так, ну что, надо, я думаю, проверить ее разгон, получить номера, сейчас съездить. Или давайте номера сначала получим, да. Сгоняем на ней в ДПС. ДПС у нас находится вот здесь, вот в Парзамасе. Тепаемся. Чуть-чуть вот так убираем ее, чтобы все было солидно. И погнали номера получим. Оплатим предварительно все штрафы, а то, как у меня какие-то остались там. Но, скорее всего, их нет, потому что я ищу аккуратно. Да. Так оно все и оказалось. Залетаем, давайте получим номерные знаки. Российская Федерация. Не знаю, какой регион выбрать. В принципе, 23 еще какой-то там. Москва, Санкт-Петербург. Ну что, давайте на Москве, наверное, да, будем получать. РС-106А в нас такое не устраивает. Давайте заменим. По полной прогоним сегодня все возможные вариации. То есть у нас сегодня, по-моему, 10 доступно. Будем на Москве это делать. Не знаю, хочу почему-то Московский регион, чтобы выпал. АМС нас тоже не устраивает. Давайте что-нибудь другое прогоним. Может, что-то другое есть. Е-981УА нас тоже не устраивает. Хочу что-нибудь такое. Но не обязательно, чтобы цифры одинаковые были. Хочу, чтобы хотя бы буквы были солидные. Хронос тоже не устраивает. 9-2-2. Мне кажется, нам сегодня вообще ничего не выходит из этих номеров. Но попытаться стоит. Урк. Нет, тоже нас не выстраивает Урк. Ну, по итогу, сейчас я допикаю из-за того момента, когда мне выходят прям говно номера. И сегодня я словлю КД. ТМВ-658 нас тоже не устраивает особо. Так. Москва. Т-958. Ох, тох, тох. К какому-нибудь Антону она подошла бы, да? Мне тоже так кажется. Тех. Т-0-48Е. Ну не, ребят, ну что такое? Ну что за серии такие? А, Е, Е. Ну нет, ну нет. Давайте мне чуть-чуть. КМС. Вот КМС уже получше звучит. КМС это уже принято. Все. КС-149МС. Нормально у нас номера, более-менее. КМС мне нравится серия. Выглядит это солидно. И давайте проверим, кстати, одну тему. Я видел то, что можно будет в нелегальном тюнинге как-то видоизменить номер. Мы это сейчас проверим по фастику с вами. Меликальный тюнинг ТП. Изменить формат российского флага. Без триколоры, да? Ну давайте. Как он теперь у нас выглядит? Да, реально у нас теперь номер без триколоры. Ну а машина у нас такая, знаете, более-менее апперская, да? Есть такой момент. Ну, внутри она выглядит тоже хорошо. Надо сейчас замерить ее разгон и правда. Погнали, наверное, замерим разгон. Где только это сделать. Вот, наверное, на ту прямую линию сейчас поедем, да? Или не поедем. Что-то машина у нас по снегу не особо едет. В принципе, ситуация понятная, да? Я думаю. Ну, что сказать, как бы. Мы слили 3,5 миллиона на эту машину. Не знаю, выгодно ли это было вообще делать. Напишите в комментариях. Но мне, кстати, пришла идея тоже триколоры убрать с одних номеров. У меня же на Ешке стоят 3 тройки, да? Вот я оттуда хотел бы номера такие тоже убрать. Флаг посмотреть, как там будет выглядеть. Но я думаю, еще Шарма добавляет рамка номерная. Но у меня нигде их нет. Здесь у нас машина такая лютая, теперь отверская, чистая фулл-бункер. Kia Rio. Машина интересная. Интересно выглядит, 3,5 миллиона. Разгон у нее... Вот, выжимая до конца. Прикиньте, ну... Разгон почти 200, да? Ну, скажем так, она едет 200. То есть 196 это примерно 200. То есть 200 километров она выжимает по прямой линии. И при том едет стабильно. Она на переднем приводе машина. То есть, вот видите, типа я пытаюсь дрифтить, у меня именно переднюю ось сносит. Слушайте. Это весьма неплохо. Давайте обогрев включим еще. У нас топливный бак как-никак расширенный. Можем себе и такое позволить. Ну, машина неплохая. Она едет бодро. Повороты тоже ходят бодро. Тормоза у нее тоже более-менее нормальные. Только по снегу она не особо едет. Потому что ей либо мощности не хватает, либо чего-то еще. Но машина так-то неплохая. Так, давайте, наверное, в парадную обратно вернемся. В парадную мы сейчас с вами заберем наш Mercedes E63. И тоже снимем там номера. Точнее, не номера, а три колорсник. Потому что, видите, у меня номера ММО 23 рус, и я хочу русу брать. Не подумайте, не почему-то там, из-за чего-то, да? А просто охота оценить, как это будет выглядеть. Тонировка у нас нормальная. Только задняя полусверх. Ну, прикольно, да? Так-то и интересно стало выглядеть. Чисто все черное, просто регион. Ну, все нормально. Ну, вот, для сравнения E-шка, вы видите, как она едет и по снегу, и по всему. Это понятное дело. Машина как бы дороже, это очевидно. Ну, и, соответственно, разгон у нее будет жестче. Потому что у меня тут третий чип стоит. Это очень жесткий тюнинг. Я не стал тюнить именно свой вот этот Kia Oral, потому что мы пытались вложить свой бюджет. У нас не получилось. Ну, для сравнения, E-шка едет просто на 100 км больше, по сути. Даже не на 100, а на всего лишь там на 80 плюс-минус копейки. То есть, в Kia Rio 200 это вполне себе нормально. Машина за 550 тысяч. Если подкопить, поработать, поставить туда весь тот тюнинг, который я ставил, уйдет, ну, приблизительно миллион, там, 1700. Потому что, вы понимаете, 3,5 миллиона ушло. Это с учетом того, что я ставил нелегальную тренировку. В нелегальном тюнинге будут карены. Но, давайте еще раз заценим, наверное, машину. Вообще, что она из себя представляет. Потому что на E-шку мы все сделали, поставили. Сейчас надо посмотреть вообще по Kia Rio, что у нее багажник и все вот это остальное. Прикольчики с ней. Ну, выглядит машина нормально, обычная, таксишная. Можно сюда закинуть вот аксессуар, мне не нужная, который я пока не надеваю, не ношу. Ну, вот 5 аксессуаров. Можно еще грелки сюда закинуть. Все. Багажник вместительный. Вот сколько слотов. Все закинули, сели и поехали. Отличная тачка. У меня она нравится. Сейчас надо ждать летнего сезона. Поскольку поменяют и скольжение по дорогам, и все остальное уберут это. Потому что уже как-никак настала весна, все должно растаять. И будем ее оценивать уже в весеннем сезоне. Потому что в весеннем сезоне, я думаю, эта машина покажет больших результатов, чем она по факту может показать сейчас. Но заготовочка такая, как проект, неплохая. Поэтому, если вам понравилась серия, советую вам поставить лайк, подписаться на канал и написать какой-нибудь комментарий, вводить по промокоду LEVONTIY. На пятом уровне он вам даст 100 тысяч рублей, на десятом уровне 200 тысяч рублей. И всем пока-пока.